добрался я все-таки до автомобиля на улице потеплело правда и ветер у нас дует и теперь вот это все мне нужно установить на задний короб составляющие также новый патрубок взрывной горловины номер идет 543 764 вот такой вот изогнутый и поставлю сначала его подгоняю горловину а потом уже приклепываю окантовку горловины а и вот вот все Подтягиваю хомуты. А теперь у нас дело техники, хомутик я отодену сюда попозже чтобы он вниз у меня не улетел чтобы его не доставать также и этот хомут В принципе это можно одеть, он не свалится Окантовку я прикрепаю уже после того как вставлю горловину А вот горловину чтобы вставить нужно смазать силиконом шланг И пробуем вставлять Отрубать новый Болтаю, болтаю, камера разрядилась, а я здесь все соединяю, хомут уже одел, подрубок одел, прикрутил и в горловину И прикрепал одна только заклепка осталась Сейчас покажу В принципе сложного тут ничего нету Последнюю заклепку доклепываю и вот эти края я их осаживаю А так края острые будут цепляться Вот здесь нормально провалилась Некоторые хорошо отрываются, некоторые плохо отрываются Здесь еще горловина вставляется внутрь сеткой Я ее почистил Вот такая вот сетка Единственное здесь вот колечко нету, должно быть на этом месте Чтобы ее поднимать, когда заливать удобно бензин Пробку пока ставлю старую, заказывали новую, должна быть Потом поставлю новую пробку Пока пусть это стоит Ну и эти Осажу их Все, цепляться не будут, можно полностью и не выбивать Сзади эти заклепки выглядят вот так вот Вот они Они внутри И никуда не тянутся Даже еще и хорошо Что здесь дырок сквозных нету А я думал их выбить насквозь Вот что, родные заклепки, они по-другому сделаны Закручиваю эти винты и ставлю Патрубок перелива А потом уже накладываю сверху окантовку Ну а теперь нужно укладывать эти, подгонять как они должны стоять И уже их проклепывать Патрубок Здесь еще как-то должны уголки вставляться. Вот сюда, вот так вот заводится под нее с двух сторон и с одной стороны и с другой стороны усилители, уголки их тоже не забываем вставлять. И еще у нас посередине идет под запаску. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ее тоже надо прикрутить и приклепать. Ну все, беру клепочник и начинаю клепать. Вот так вот. Пока подтягиваю, чтоб ровненько все встало. Эта короткая сразу приклепалась, потому что здесь два слоя металла. Вернее три, учитывая короб. Все проклепываю по кругу, это уже дело техники. А теперь началась у меня цепная реакция. Чтоб закрепить щит жесткую на кронштейнах с обоих сторон, на котором висит рулевой редуктор, нужно ставить вот такую оперечину на пороге. Так вот, чтоб вот этот порог здесь прикрутить, вот его в данный момент надо вперед подавать. А чтоб его вперед подать, мне надо зазор на дверях выставить сначала и уже по дверям отрегулировать ее. Получается не зажать там, потому что не подходит здесь. А здесь, если зажму, не закроется дверь. Надо ставить дверь, чтоб отрегулировать порог. Ну поэтому сейчас буду что-то изобретать. Буду ставить вот эти двери. Двери новые, петли новые. Беру, прикручиваю петли и вешаю в двери. Прокладки. У нас получается на дверях болты-то длинные. Петли наживил, а теперь вот эти гайки вставляю в щит. Вот так, чтоб они у нас не свалились. Все. Вот так вот вставляется, а в нее уже болт закручивается. Все. 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 Наживил дверь внизу сверху. Сейчас ее подтяну и уже смогу регулировать примерно зазор как он у меня будет по двери. А по двери мне надо, получается, немного его подавать щит назад. И по нижнему порогу получается точно так же, что мне надо подавать его назад и приопускать чуть-чуть вниз. Двери поставил, более-менее зазоры вывел. Здесь вот сверху просверлил отверстие. Двери новые, отверстий не было. Эти отверстия мне нужны, чтобы приклепать вот эту планку, накладку. Сейчас беру заклепки и приклепываю их. Здесь потом уже установятся новые уплотнители, а перед этим сейчас снизу смогу уже поставить пороги, чтобы можно было ложить закладные сидения и укладывать пол. Потихонечку, медленно-медленно, но двигается. Отверстие. Борки. Двери. Борки. Двери. Борки. Продолжение следует...